Девочки, мальчики, всем доброе утро. Всех рады очень видеть на своем канале. Для новичков, которые у меня сейчас прибавляются, если что, меня зовут Лиза, и я вас тоже рада видеть на своем канале. Итак, какие у нас новости? В общем, я сделала вот эту масочку, очень она мне нравится. Блин, свет. Где бы свет нормально найти? Вот эту. Особенно с угрцом я просто балдею. Если ее еще на 15 минут в холодильник засунуть перед тем, как накладывать, так это вообще бомба, прям отеки снимаются очень. Я вот обычно люблю с утра вот ее, когда с утра просыпаешься, вечером там воды напьешься, и сейчас вот классно она прям отечность снимет. Так, какие еще планы? Сейчас покажу вам ванну. Поставили вчера машинку. Сейчас буду стирать, наконец-то, неделю, в общем, длился у нас вот этот плиточный ремонт, получилось. И сейчас буду, наконец-то, стирать. Сегодня мне нужно еще по плану убраться, конкретно, но я снимать не буду, потому что у меня сегодня столько делаю, и на съемку времени не будет. Так, может, какие-то отрывочки. Вот, сейчас приедет уже вот делать потолок. Ну, точнее, не делать, а мерить. Сказала, что это где-то в районе 10 тысяч будет. Вот сейчас он уже где-то на подъезде. И знаете, вот здесь вот должна стоять же у нас тумбочка. И что я хочу вам сказать. У нас вот плиточка обошлась 53 тысячи рубликов. Я, если честно, обалдела. Но когда муж об этом говорил, о, давай кераморации, в принципе, недорогая плитка-то была 700 рублей всего лишь. Но почему у нас получилось так дорого? Ой, так дорого, я вообще просто не понимаю. Если бы я знала заранее, что 50 тысяч, я бы сказала, не надо нам такую плитку, пойдем мы за 200 рублей к пультику. Но на самом деле, что-то я это, не знаю, я вам с таким восторгом рассказывала про это кераморации. Там, конечно, и за 400 рублей есть. Но я не понимаю, почему у нас так дорого вышло. Я как бы не умею считать вот это вот. Я мужу сколько раз говорила, слушай, ну, походу, нас это обманули. Потому что не может быть такого. Ну вот, и что я вам хочу сказать. Плюс еще цемент, вот эта вот затирка. Короче, вот эта ванна вот просто вот плитка и все такое. Блин, что же она такая-то? Надо лечь, наверное. Вот. 60 тысяч получилось. А знаете, с чем самым прикол? У нас мебель в квартире стоит 60 тысяч. А тут одна ванна 60 тысяч получилось. Я вообще в шоке. У нас, получается, мы купили кровать, шкаф, комод, туалетный столик, две прикроватные тумбочки и еще один шкаф. И что еще? И еще стол на кухню со стульями. И это у нас получилось 60 тысяч рублей, да? И о кухне это отдельно еще 30. Все. То есть, ну, как бы, кухню просто мы заказывали после того, как вот 60, ну, как бы, купили кровать и все такое. Вот первые деньги, что у нас были, это вот 60 тысяч на мебель. Самое главное там кровать. Но хотя самое главное была пухня, вот, но мы там, это, спорили, какой лучший. Поэтому вот я просто помню 60 тысяч. Ну, в общем, это не важно. И сейчас самый прикол в том, что вот сюда вот тумбочку, чтобы поставить, и самое дешевое, что я нашла, это стоит 35 тысяч рублей на заказ. Потому что другие нам сюда не подходят, так как я хочу сюда машинку поставить, да? Ну, вот, с другой стороны. В общем, очень дорого, очень дорого. Может, там какого-то нашел, типа, там 25 тысяч приедет, все замерит и все сделает. Вот. Но там ждать надо месяц. Но месяц, как бы, ну, неохота ждать. Потому что, ну, зеркало привезут еще тоже неделю ждать. Зеркало мы заказали, знаете, такое сенсорное. Вот. Короче, не знаю. Вот, говорит, короче, еще... Короче, короче, да короче у меня все. И сейчас еще, говорит, я посмотрю. Ну, муж у меня этим занимается. Может быть, что-то еще найду. Вот у меня такие губы здесь смотрятся. Ммм, прям вообще. Вот. И что еще сегодня? Значит, мне надо сегодня убраться. Конкретно убраться. Потому что пылюка. Я хоть и убирала, там мыло все такое, пылюка все равно скапливается. Вот. Прям конкретно убраться. Еще я хочу сегодня приготовить пирог, еще супчик. И, не знаю, что-нибудь придумаю еще. Поехали, оставайтесь со мной. Приехал, в общем, замерщик. Если что, да, у нас вот такая вот фирма, кому интересно. В общем, внесла предоплату. Здесь надо, короче, все будет стоить 10 тысяч рублей. Короче, да, короче, у меня какие-то слова-паразиты. Прям так, короче, просто. Ужас. Вот. Надо 30% внести. Но у меня только надо было 3 тысячи. У меня только 4 было. Жалко, да? Ну, по 2 тысячи-то эти новенькие. Так, 10 тысяч это будет стоить. Так, здесь нету. Вот смета. Ну, в общем, это не важно, в общем-то. 6 светильников у нас будет, и светильнички здесь дают в подарок. Но мы уже свои купили, поэтому как бы... В общем, 10 тысяч кому интересно. Ванна у нас 3 на 3 где-то. Вот так она у нас немножко нестандартная. Чуть больше, чем вот в обычных. Прям чуть-чуть побольше. В общем, кому интересно, если что, вот. Потом расскажу. Вот такая вот компания. Ну что, я убралась. Было нелегко, потому что пылища везде. Мне еще завтра надо будет все ручки, все двери, все окна еще раз все перемывать. Потому что это ужас. Сегодня я так вот... Самое главное это полы, чтобы не разносить. Кое-где пыль тоже протерла. Но все равно... О, какая камера, просто прелесть. Вот так было бы всегда. Такое гладенькое-гладенькое, ровненькое лицо. Вот, еще куча стирки. Вон она, эта куча еще. Уже сколько я? Четвертый раз. И пятый, и шестой еще лежит. Вот. Потому что неделю, грубо говоря, не стирала. И очень много стирки. А сейчас будем готовить. Так, и что я буду делать? Значит, у меня кастрюлька, слава богу, с толстым нономом, такая небольшая есть. Здесь, по-моему, два с половиной литра. Ла-ла-ла. Где? Да. Вот. И прямо в ней буду делать, обжарю немножко лучок с морковкой. Ну, пассеровку. Потом добавлю, значит, что у меня еще тут? Сайра. Две банки хочу добавить, чтобы суп у меня такой густой получился. Насыщенный. Чтобы у меня второй не готовить суп. Съел и наелся. В общем, с аэробанки и горбушек. Посмотрите, какая горбушка классная. Прям вообще. Две картошечки. Вот здесь вот три ложки у меня риса с горкой. Ну, собственно, соль, перец. В общем, делаю обжарку. Поджарочка моя приготовилась. Я залила воду. Водой добавила картошку, рис. Немножко разделила рыбку. Ну, такие более-менее не огромные куски. И эту, и эту. В общем, сейчас у меня закипит. Я добавлю рыбку. Супчик готов. Он у меня закипел. Я добавила лавровый листик, рыбку, зелень. И еще раз он у меня закипел. Все, я его выключаю. И он сам дойдет уже. И картошка, и рис. Все, дойдет. Не снимаю просто с конфорки. Она пока вот горячая. И кастрюля горячая. Еще минут 10, и он дойдет. Можно будет снимать с конфорки. А теперь приготовим кексики. В общем, у меня здесь 2 яйца и 4 желтка. Почему так? Потому что я буду делать белковый крем. И мне нужен был там белок. Поэтому я 4 белка мне надо было. И я, в общем, желтки сюда добавила. Потому что, ну, куда их еще девать? Не выбрасывать же. Так, стакан кефира. Стакан варенья. У меня клубничная. Чайная ложка соды. И мука. Ну, я не знаю, сколько муки уйдет. Потому что всегда по-разному. Здесь пока 250 у меня. Яйца взбиваться вместе. А, сахар. Сахар 5 столовых ложек. Но это тут по вкусу. Потому что, ну, как в варенье еще есть. Не знаю. В общем, добавила 5. Я думаю, это будет вполне достаточно. Ставлю взбивать. Добавили содовое варенье. Перемешали. И видите, какая пенка. И вообще, как она увеличилась в объеме. Яйца тем временем у нас взбились. И добавляем сюда прям одним махом кефир. И все перемешиваем. Перемешали. Теперь добавляем также. Вот я сейчас добавлю 250 муки. Перемешаю. Посмотрю, хватит или нет. Да, муки хватит. Что-то у меня какое-то текло запотело. Так, муки хватит. Вот такое тесто. Видите, оно должно, в принципе, получиться жиденькое. Теперь тоже одним махом выливаю сюда варенье с содой. И все перемешиваю. Тесто готово. Вот такое оно должно получиться. Не жидкое, не слишком плотное. Вот. Подготовила уже формочки. И, наверное, у меня еще получится вот такое. Он будет невысокий. Ну, тортик. Кому-нибудь придется. Опять, наверное, мужу на работу. А это себе. Ну, посмотрим. В общем, потому что тесто получилось как бы много. Это на такой хороший большой пирог. Наверное, сантиметров 24 точно. Раскладываю по формочке. И в это время на 170 духовку я поставила. Тесто выложила чуть-чуть. Ну, не до конца. То есть, как-то вот так вот. Потому что шапочка еще будет в любом случае. И вот здесь вот. То, чтобы одинаковое и неполное сделала. И вот здесь у меня еще вот такой пирожок получится. Это я сейчас наверх отправляю. А это вниз. Кексики готовы. Пирог еще не готов. Положила на решетку. Теперь должны полностью остыть. Мои кексики остыли. Вот. Я вырезала дырочку. И здесь у меня внутри карамель. Прям по полной сегодня забабаху. И все, что есть в холодильнике называется. Девочки, сделала белково-заварной крем. Смотрите, какой. Ух, прям. Сейчас буду капкейки доделать. Ну, как капкейки? Кексики. Ну, все. Мои кексики с белковым кремом. И с начинкой карамельной внутри. Плюс еще они у меня клубничные. Готовы. Ну, с 4 апреля. Знаешь, что я прошу всех карамельных.